Привет, это Дима. Помните, как было сфабриковано дело о мошенничестве против Алексея Навального? Сейчас новые дела на него возбуждают сразу пачками и следить за ними становится все сложнее. Но год назад, еще в мирное время, история с похищением целого миллиарда из собственных донатов муссировалась тщательно. В ходе следствия, правда, сумма ущерба сократилась в 500 раз, а потерпевших не нашлось вовсе, и их пришлось изобретать. Соратники Навального детально разобрали схему, по которой фабриковалось уголовное дело. Но почему я вдруг вспомнил эту историю из прошлой жизни? Оказывается, уголовные дела примерно по той же схеме фабрикуются сплошь и рядом, и быть Навальным тут совершенно не обязательно. Иногда достаточно просто отказаться давать взятку. Пока в процессе по моему делу взята пауза, расскажу вам детективную историю моего сокамерника. Лето 2020. Сеть супермаркетов Планета 24 готовится к расширению. Подготовка помещения на первом этаже в одном из московских ЖК идет полным ходом, но в какой-то момент начальница юротдела сети, назовем ее Анна, начинает убеждать владельца бизнеса, а ныне моего сокамерника Николая Терентьева, о необходимости дать взятку главному инженеру ЖК. Убеждает неоднократно настойчиво и без видимых причин. Это вызывает подозрения. Служба безопасности сети проводит проверку и выявляет сговор Анны, нанятого ей подрядчика по технической документации, и инженера. Терентьев увольняет Анну и меняет подрядчика. Казалось бы, проблема исчерпана, но вот незадача. Молодой человек Анны оказывается помощником главного единоросса Москвы Андрея Метельского. На следующий день начинается массовый обзвон сотрудников торговой сети, акционеров и инвесторов. Их убеждает, что Планета 24 скоро обанкротится, советует увольняться, продавать акции и забирать деньги. Активисты молодой гвардии Единой России несколько дней подряд пикетируют офис компании, а канал «Россия-1» выпускает заказной сюжет о том, как Планета 24 якобы обманывает инвесторов прямо под камеры, приведя пятерых специально обученных потерпевших в отдел полиции. Троим быстро отказывают в возбуждении уголовного дела за отсутствие состава преступления. Однако потом на имя прокурора города Москвы поступает заявление Андрея Метельского, который посмотрел телевизор, возмутился и просит провести проверку. Терентьев понимает, что дело зашло слишком далеко, встречается с Анной, предлагает решить вопрос мирно, меняет ей запись трудовой и выплачивает несколько окладов. Но договариваться уже поздно. Оставшимся двум заявлениям потерпевших дают ход и возбуждают дело о мошенничестве группой лиц, а через неделю Терентьев вместе с женой лежит избитый в наручниках на полу собственной квартиры. В ОВД по ЗАУ, куда доставили их, еще с десяток сотрудников сети, всем предлагается подписать уже готовые признательные показания. Согласившиеся отправляются под подписку, остальные в СИЗО. Прошло два года. Все это время Николай Терентьев и его супруга остаются под стражей. Бизнес разрушен, более 60 сотрудников остались без работы, акционеры и инвесторы потеряли порядка 80 миллионов рублей. И ведь никакой большой политики тут нет. Все это из-за отказа поддаться на мелкий шантаж подруге помощника бывшего депутата. Такая вот правоприменительная практика.